Важную информацию, которая касается новых условий переноса, перебронирования туров, которые попали на период карантина, а также после карантинный период, предлагает перенести даты тура на определенных условиях без изменения стоимости. У важных нюансов, которые скрыты от туристов, касается 100% штрафов. Операторы придумают велосипед, который не очень, конечно, выгодный для туристов. Всем привет! С вами Вадим Иршемед, путешественники Турагент. Сегодня у нас 17 апреля 2020 года, и в этом видео я хочу поделиться и рассказать вам важную информацию, которая касается новых условий переноса, перебронирования туров, которые попали на период карантина, а также после карантинный период по туроператору Coral Travel. Поэтому в этом видео мы разберем эти условия, которые у туроператора называются акцией возрождения, мы разберем, что же делать туристам с этими условиями, а также я вам расскажу некоторую важную информацию, которая касается этих условий, но почему-то туроператор не очень афиширует эту информацию среди своих туристов. Поэтому, ребят, чтобы быть в курсе всей полезной и объективной информации, которая касается туризма, и вы собираетесь на отдых, подписывайтесь на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Погнали! Итак, что хорошего и суть условий этой акции. Значит, для всех туров с 1 февраля 2020 года и позднее, с датами вылета с 1 марта по 30 июня, туроператор Coral Travel предлагает перенести даты тура на определенных условиях, без изменения стоимости. Это очень хороший, конечно, момент. Это реально обрадует, наверное, некоторых туристов. Но есть ряд условий, по которым нужно переносить эти туры, чтобы стоимость не изменилась. И сейчас мы разберем эти условия, на которых можно перенести ваши даты туров. Итак, первое условие – это в акции участвуют абсолютно все города. То есть, если есть уже в онлайне, то, естественно, конечно, можно переносить дату тура на более поздний период. Согласно второму условию, для аннулированных и активных туров перенос новых дат туров возможен только с сохранением исходных параметров туров. Что же это означает? То есть, не должен меняться отель, период тура, город вылета, туристы и продолжительность. То есть, туроператор допускает изменения таким образом туристов, что важно, чтобы один турист обязательно остался из прошлого тура. Потому что у некоторых туристов, возможно, уже нет возможности в этом году полететь на отдых. То есть, если у вас два человека в туре, туроператор допускает изменения одного туриста. Но один турист обязательно должен остаться тот, который был в прошлом туре. Дальше. Для разных направлений туроператор Coral Travel ставит разные условия по датам переносов туров. К примеру, для Египта это одни условия, а для таких направлений, как Турция, Греция, Испания и Тунис это другие периоды дат переноса туров. Поэтому давайте на примере Египта подробно разберем эти условия переносов. Итак, активные онлайн или аннулированные заявки по Египту с перечисленными ниже периодами вылетов могут быть изменены или восстановлены по той же стоимости, согласно условиям акции, на следующие периоды вылетов. Первый период дата вылета аннулированной заявки с 1 по 31 марта. Значит, туры можно перенести на любой период вылетов с 1 декабря по 20 декабря или с 10 января по 28 февраля 2021 года. И есть второй период дата вылета активной или аннулированной заявки с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Можно перенести на любой период вылетов с 1 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года или с 15 ноября 2020 года по 20 декабря 2020 года или с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года. То есть именно на эти периоды аннулированные туры, либо активные туры в рамках акции вы можете перенести без изменения стоимости. Если вы хотите выбрать другую дату тура, которая не попадает в этот период, то тогда туроператор Coral Travel может вам перенести только по новой стоимости, которая есть на сайте туроператора в онлайне. А также может включить фактически понесенные затраты. Но об этом мы немножко позже. Значит, условия по остальным направлениям. Турция, Тунис, Испания и Греция. Смотрите, ребят, в описании к этому видео. Я их туда добавлю. В принципе, есть они и на сайте туроператора Coral Travel. Но туроператор Coral Travel, значит, ниже в приписочке добавил такой пункт, что он оставляет за собой право изменения условий этой акции. Что это означает, ребят? Что в любой момент эту акцию туроператор Coral Travel может, конечно, изменить. Вот, чтобы следить и понимать, как же меняются эти условия, я их в первоначальном видео размещу в описании к этому видео. Ну, а в комментариях к этому видео, если будут какие-то изменения, буду добавлять новую информацию. Так что же делать туристам с этой акцией? Если вам условия этой акции подходят, вы обращаетесь к своему турагентству, через которое оформляли тур. Турагентство делает запрос на оператор. Оператор говорит, подтверждает, не подтверждает. Оформляется допсоглашение. И, собственно говоря, вы ждете новые даты тура. А теперь давайте о важных нюансах, которые скрыты от туристов. Значит, по новым условиям от туроператора Coral Travel туристы не имеют права отказываться от тура без 100% штрафа. То есть, если турист подписал новые условия, имеется в виду допсоглашение на перенос дат туров, то у туриста нет права отказаться от тура без понесенных, фактически понесенных затрат туроператора, который их выставляет в размере 100%. Также же и нет возможности перенести эти даты уже. То есть, если вы уже забронировали заявку, то любые изменения по новой заявке влекут за собой 100% штраф от туроператора Coral Travel. То есть, никакие изменения вы уже не сможете сделать. Это особенно важно и касается туристов, у которых туры переведены в депозит у туроператора Coral Travel. То есть, не туры, а сумма стоимости тура у туроператора, которая не состоялась, сейчас находится как депозит. И эти деньги надо использовать до конца 2020 года у туроператора. Так вот, если, допустим, вы все-таки сейчас эти деньги из депозита, грубо говоря, восстановите новую заявку, то по новой заявке, ребят, у вас уже нет возможности сделать каких-либо изменений. Да, туроператор говорит, что он будет любые, естественно, как бы нюансы рассматривать в индивидуальном порядке. Но если это туроператору будет невыгодно, то, естественно, он будет ссылаться на этот пункт, который касается 100% штрафов. Итак, мое резюме касательно этой акции. Перебронировать, не перебронировать, восстанавливать, не восстанавливать. Значит, в принципе, если вас устраивают эти условия, я вам их подробно рассказал, разъяснил, то есть, что вам делать, если вас устраивают эти условия, то, естественно, как бы, если у вас нет другого выхода, вы, конечно, можете воспользоваться этой акцией. Но, если, допустим, вам условия не подходят и больше устраивают условия депозита, то логичнее все-таки пока что не переносить. Почему? Потому что до восстановления полетной программы, то есть, когда откроются границы нашего государства, имеется в виду, когда уже туристов будут выпускать и впускать в другие страны, вот только тогда логичнее принимать решение. И до этого момента все-таки, наверное, лучше, как бы, вариант будет в депозите. Потому что без этого еще ничего не понятно, как, кто и куда будет пускать. Сейчас нету никаких реальных 100% фактов, что будет вот как было все до этого карантина. Неизвестно, как все будет, поэтому лично я для себя, наверное, бы, возможно, все-таки принимал это решение позже, когда восстановится полетная программа. На этом все, друзья. Пишите в комментариях ваши ситуации, как было у вас, что у вас с туроператором Coral Treo, возможно, у вас какие-то вопросы по других туроператорам, рассказывайте, делитесь информацией, что у вас за ситуация. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях под этим видео. Я постараюсь обязательно ответить на все ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе все и важные, полезные, объективные информации, которые касаются туризма, и если вы собираетесь на отдых. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. До новых встреч, друзья. Пока-пока.